Так, всем привет! Сегодня давайте посмотрим коробку от производителя, коробок которого у меня раньше не было. Называется он Model Collect, артикул UA 35004, German SDKFZ 553 aus Wirfübler Kaiser Kaffer. Надеюсь, как-то правильно прочитал, что в переводе означает немецкий, ну скажем так, шагоход, четырехногий, императорский жук. Ну, наверное, примерно так это можно перевести с немецкого, или жук-император. Вот, в общем, уже смешно, да, уже смешно. Ну, короче, продолжим. Model Collect я вот скажу немножко про него, потому что до этого не было у меня их коробок. Фирма китайская, модельная, существует где-то еще 2012 года, но они так себе, скажем так, нишу выбрали немножко нетипичную. Так как у них есть основной бренд, где они делают реалистичную модель реалистичной военной техники. У них большая, очень большая линейка советской и российской военной техники в 72-м масштабе. У них достаточно большая линейка авиатехники реалистичной, то есть там включая B-52, например, огромные самолеты и еще что-то. У них есть, по-моему, реалистичная техника Второй мировой войны в 35-м, по-моему, и в других масштабах. Ну и вот отдельно в их линейке неким особняком стоит, скажем так, техника альтернативной истории. Или техника, скажем так, прототипная, концептная, бумажная, не реализовавшаяся в металле. Так и техника, например, откровенно фантастическая, как вот эта. Если по бутыфной технике, то это понятно, это, в принципе, у многих есть. То есть это различные, в основном, серии перспективных этих новых танков Е-серии немцев, в которых там было огромное количество бумажных концептов. То есть так и, например, какие-нибудь обязательные РАТЭ, которые, по-моему, есть как раз у модел коллектов в каком-то, по-моему, 72-м масштабе. То есть, по-моему, чуть ли не достаточно уникальная модель. Ну и различные вариации там маусов, там вот этого всего. Ну и то, что еще плюс-минус какое-то сочетание с реальностью имеет. Так вот, помимо всего этого, помимо всего этого, подходя ближе к конкретной этой коробке, у модел коллектов есть еще такой суббренд, который называется First of War. Или его можно перевести как Кулак Войны. В общем, это своего рода такой сеттинг даже. Разработанный, я так понимаю, в недрах модел коллекта. Потому что другой информации я не нашел. То есть, это, судя по всему, их собственная какая-то разработка. И это некий фантастический сеттинг альтернативной истории в конечном периоде Второй мировой войны. Это если коротко. Ну, в общем, это все явно инспирировано вот этими чудесами фантастическими немецкого сумрачного гения. В частности, мы вот увидим, вот тут и тарелка даже немножко засветилась. То есть, это вот вся, достаточно многими производителями моделей, любимая тема немецких вундервафель. Частично берущих начало в бумажных концептах немецких танков. Да, там различных, в том числе и гигантских, там, сухопутных линкоров типа Ратты. И заканчивающихся где-то в области уже фантастики. Да, потому что, как бы, вот фантазию не удержать. Так вот, ладно. Остальное мы будем считать на коробке. Там достаточно много информации про этот сеттинг. И нам сам моделл коллект дает. Вот, сама эта модель, она где-то разработка 2018 года, но у нее были там новые версии, перепаки более поздние. Так вот. Ну, собственно, это шагоход четырехногий, 35-м масштабе. Вот он, видно, что разукрашен на буксарте в стандартный такой. Ну, как, не то, что стандартный, но достаточно типичный немецкий, так называемый, осьминожий камуфляж. Вот с этими характерными пятнышками. Да, вот давайте читать. На коробке много инфы. Вот, например, у нас про First of War что написано, про этот самый сеттинг, по-английски. Собственно, нам, слава богу, производитель все поясняет. Написано, что концепт серии «Кулак войны», он базируется на альтернативной линии времени, по которой в конце Второй мировой войны Вторая война, вместо того, чтобы завершиться в 1945 году, продолжилась еще на два года. И это привело к тому, что сторонами стали разрабатываться какие-то гипотетические, усовершенствованные новые виды вооружений. Ну, имеется в виду фантастические, не существовавшие в реальности. И, в частности, касаясь этой модели, то есть по их этой альтернативной вселенной, альтернативному Тайлану, немцами были разработаны технологии шагоходов с большим количеством ног, с установленной артиллерией. Появилась эта концепция в альтернативной истории, и она, типа, успешно распространилась по всему миру. То есть, и в основном, собственно, эта модель, это является, она, так сказать, выражением этой фантастической концепции, придуманной моделколлектом. Помимо этого, значит, на этой стороне, ну, у нас много маркетинговой информации, ссылки на Facebook, Twitter, сайты и так далее. На других боковиках тут у нас ничего интересного, кроме артикула. На втором боковике у нас видно вторая схема окраски, не такая, как на буксарте, тут такой более стандартный немецкий камуфляж. Двухствольное орудие. Видно, что можно будет открывать, так называемую, ну, кабину, кокпит, я не знаю, то есть, она дана открываемой. Даны кое-какие характеристики, то есть, про, типа, ну, что из себя происходит. Представляет эта фантастическая машина, но про это мы еще, собственно, почитаем. Тут, в принципе, читать можно не читать. С обратной стороны коробки ничего, собственно, нет. Ну, вот такая вот штуковина. Давайте нырять внутрь, значит. Коробка, значит, довольно толстая, высокая такая. И мы видим, что, в принципе, не зря, потому что, ну, литники набивают ее, так сказать, довольно плотно. Инструкция, значит, присутствует у нас. Пакеты с литниками, серый пластик. Пакетов два, насколько я понимаю, довольно больших. И пакетик, где у нас, собственно, содержится только декаль. Как мы видим, по крайней мере, никаких дополнений в виде травления, тросов, еще каких-то дополнительных элементов. Ничего этот у нас Model Collect не дает. Так что давайте, по традиции, начиная с бумажной части. Такая вот очень маленькая инструкция. Это даже не А4, это что-то, я не знаю, А5, наверное. На самом деле, то есть, но зато несколько многоцветная. По факту гармошка. Вот так это все выглядит. И начинается это все с исторической справки. Ну, точнее, скажем так, научно-фантастической справки. Основной, я не буду прям дословно переводить, основной смысл ее сводится к тому, что в альтернативной реальности кулак войны, разработанный Model Collect'ом, немцы в конечном периоде войны изобрели машину Е100, которая тоже являлась шагоходом, так сказать, боевым. Эта концепция, так сказать, оказалась успешной. Соответственно, они решили ее дальше развивать. И вот эта машина Кайзер Кафер, вот эта четырехногие, это, по сути, некоторый легкий шагоход, который предназначен для каких-то более быстрых разведывательных операций и труднодоступных районов, куда не могли добраться более тяжелые немецкие шагоходы. Ну, вот так вот. И дальше у нас тут тактико-технические характеристики даже даны. Да, я хочу отметить, что помимо, видимо, китайского, дам только английский, никаких других языков нет. Написано, что, ну, специальная машина, принадлежность нацистская Германия, что служила она в 1944-1945 годы. Ну, это альтернативная, видимо, уже история начинается по Model Collect'у где-то еще, наверное, в 1944 годах. Или, наверное, даже в 1943, потому что написано, что она производилась или разрабатывалась аж с 1943 года. И, так сказать, что тут у нас очень уж мелко написано. До 1947 года, судя по всему. Ну, так как война еще в 1947 году, вот, альтернативная селена идет. Дальше ее характеристики, что у нее две 7,5-мм пушки. Так, пулемет присутствует. Ну, размерности, скорости. Точнее, как, дальность хода и скорость. Вот, в частности, мы можем узнать, что фантастический шагоход Model Collect'а максимально может по дороге передвигаться со скоростью 55 км в час. Да. Ну, а дальше, собственно, начинается раскладка литников сначала. Значит, тут у нас всего их перечислено 4 штуки. Вот это я не совсем понимаю, что такое. Это, наверное, декаль у нас показана. Ну, на самом деле, их 4 штуки разных, но так как это шагоход, то есть некоторые из них у нас дублируются. То есть вот этих литников 2, а вот этих 4, поэтому пачка литников, она, на самом деле, довольно толстая. И дальше сразу начинается инструкция. Так, инструкция, ну, такая миленькая, из-за формата, конечно, немножко страдает это все. Конечно, могли бы и покрупнее сделать, не экономить на бумаге. Значит, этапы. Все дублируется. Ну, текст китайский дублируется на английском. Указаны, соответственно, поясняющие надписи на английском языке. Начинается все со сборки орудий. Их тут 2. Ну, к сожалению, видим, что орудий у нас асполовинино вдоль. То есть будет шов. Орудия 2 у нас. Видно, что указывает производитель очень, ну, очень мельненько, но можно прочитать, что некоторые детали мы не склеиваем. То есть, видимо, будет какая-то подвижность орудий, по крайней мере, по вертикальной оси. Тут нам отдельно поясняют, что прям вот специально, что вот какие-то детали не склеиваете, а то подвижности, так сказать, не добьетесь. То есть, в принципе, интерактивные игровые функции у модели тоже будут. Дальше, значит, орудия присоединяются к этой орудийной платформе, я так понимаю. Вот у нас интересная такая командирская, скажем так, башенка с перископами имеется. Ну, кстати, никакого прозрачного пластика в модели нет, несмотря на то, что это 35-й масштаб. Поэтому, как бы, все перископы, это все, если что-то так на модели есть, то это все будет исключительно глухой пластик, соответственно. Ну, можно делать, открывать какие-то люки, я так... Ну, как сказать, не написано опции, но вот люки с створками отдельными, возможно, их можно будет открывать. Так как, вроде как, внутренний отсек, насколько я помню, у нас с интерьерчиком некоторым будет. Дальше у нас она продолжается, ну, я так понимаю, это что-то типа сборки кабины. Она из нескольких стенок состоит, то есть тут не так все, как бы сказать, не в крупные детали, а все-таки надо будет что-то склеить. Идем, значит, дальше. Продолжается этот опять отсек экипажа, так называемый. Вот тут достаточно меленько, но можно рассмотреть. Вот он собирается, этот отсек, и вот здесь уже в этот отсек мы устанавливаем сидения. Я так понял, что вот эти два передние сидения, это именно, ну, как минимум, стрелок, может быть, водитель, экипаж непосредственно. А сзади еще есть какие-то дополнительные, или вот тут сидушки какие-то, то есть, типа, я не знаю, ну, десант, не десант, или просто какой-то расширенный экипаж. Тут написано, что у нас какие-то опции есть по установке сидений, то есть мы можем при желании их ставить, при желании вроде как не ставить, и там что-то заменить еще каким-то ящиком. Ну, в принципе, это все очень мелко пояснено на английском. Ну, вот так, достаточно условный интерьер, на самом деле, вот здесь он продолжает, ну, хотя, может быть, и не такой уж условный. Вот, видимо, показано, что... Как может быть у нас выглядеть внутреннее убранство. То есть, в принципе, ну, модель можно, в принципе, считать интерьерной, то есть, тут не просто голые сидушки, тут, в принципе, какие-то еще и агрегаты, приборы. Судя по всему, у нас в этот самый, собственно, боевое отделение устанавливаются, вот видим, рулевые, ну, штурвалники для управления. Еще какие-то пояснения на английском языке, то есть много всяческих таких маленьких фрезок, которые должны сложные узлы нам пояснять. То есть, все бы хорошо, но если бы, конечно, еще бы это покрупнее все было, а не на этом супер маленьком листочке. Опять. Дальше шестой шаг у нас продолжается, значит, мы закрываем это боевое отделение, но, я так понимаю, открываться оно будет только спереди, наверное, вот я не знаю, задняя часть. Не очень понятно, будет ли на нее какой-то обзор, если все это склеивать и не оставлять люки открытыми, но, может быть, увидим дальше. То есть, дособирается эта самая кабина, устанавливается эта оружейная платформа. Ну, кстати, ни по какому интерьеру именно в самой оружейной платформе, я так понимаю, у нас особо там нет. То есть, только здесь у нас интерьер. Ну, если это можно назвать башней, я не знаю, но это, наверное, не совсем башня. Она вроде как башня, ну, то есть, как бы это не совсем башня, она вроде как поворачиваться не умеет. То есть, наверное, задумывался поворот орудий только поворотом самого корпуса. Так, и дальше у нас начинается так называемая ходовая. То есть, ходовая, если что, напомню, это у нас, значит, машина с ногами. Соответственно, у нее 4 примерно одинаковых ноги. И вот это все начинается. Тут очень интересно. То есть, начинается, сходу мы видим, что всякие стойки армортизаторов, цилиндры и все такое, вроде как у нас подразумевается оставлять подвижным. Про это нам есть тоже пояснение мелким шрифтом и т.д. и т.п. Соответственно, ну, понятно, что у нас каждый этап сборки ноги, он по факту будет дублироваться 4 раза. Соответственно, нам про это, видимо, тут где-то и рассказывают. Вот, в частности, вот здесь. То есть, судя по всему, какая-то подвижность у этих самых ног у этого самого шагохода будет. И, возможно, можно будет как-то на диорамах в разные позиции эти самые ноги поставить. Не совсем понятно, как в итоге, ну, насколько сохранится подвижность. Тут это чисто по инструкции тяжело сказать. Но определенно нам, производитель, очень много про это говорит. Соответственно, собирать эту всю штуку придется очень внимательно, если мы, соответственно, хотим сохранить всю эту подвижность. Ну, да, вот 4 ноги. То есть, 4 раза мы будем один и тот же этап повторять. На 10-й шаг опять продолжение. У нас опять продолжение. И где-то к 12-му шагу мы вставим, собственно, вот эту платформу для соприкосновения с землей. И где-то 13-й шаг у нас, вот так это получается, по 2 ноги на узел они соединяются. Значит, передние и задние, условно говоря. И получается, что в самом конце мы устанавливаем условную, ну, башню, боевое отделение. Я не знаю, как это можно ли так назвать. На эти самые ноги видим вот такое вот крепление. То есть, по факту, как бы независимое крепление каждой пары ног непосредственно вот к условному корпусу идет. И вот сверху это должно выглядеть вот так. Ну, и какая-то подвижность ног, наверное, в итоге сохранится. И в самом конце мы видим, так понимаю, схему окраски, по-моему, на... Не совсем понятно, на сколько вариантов. По-моему, на 3 варианта вроде как. Один, так, два таких зелененьких, и один такой более цветастый. Краски даны... Не совсем пойму на что... На Mission Models. Да, вот есть даже логотип Mission Models. Краски Mission Models, которые в России у нас довольно редко встречаются. Поэтому альтернативы, видимо, этим краскам придется подбирать самому. Ну, по крайней мере, проекции... Ну, проекции, да, даны всего две. То есть, сбоку, спереди, остальное все нам, в принципе, придется придумывать самим. Такие вот схемы камуфляжа. И на этом, собственно, инструкция и заканчивается. Можно смотреть пластик. Я так понимаю, пластик у нас разбит на два большие пакета. В основном это, видимо, один пакет. Это, скорее всего, деталь корпуса, боевого отделения, башни. Я не знаю, как это назвать. А, судя по всему, второй пакет это, наверное, все, что связано с ходовой. Так, значит, пакеты просто запаяны. То есть, никакой красивой опции их заклеивать, расклеивать у нас нету. Поэтому просто все это дело разрываем. Пакеты, да, не индивидуальные. То есть, все навалено в кучу. И сейчас будет видно, что, судя по всему, многие детали с литников соскочили. При транспортировке, в частности, у нас вот есть большая деталь корпуса. Отвалилась с литников, судя по всему. Еще какие-то более мелкие детали. Все соскочило с литников. Так, сейчас посмотрим, что-то еще там у нас болтыхается. Так. В основном детали, собственно, ну, боевой рубки этой самой, стенки. Вот это все поотлетало с литников. Не совсем понятно, почему. Коробка вроде целая, вроде не повреждалась. Как бы, ну, видимо, от тряски при перевозке, что-то такое. То есть, крупные детали просто поотваливались. Так, остальное посмотрим по порядку. Значит, вот такой вот крупный литник. Серый пластик. Ну, видно, что никаких особо вроде крутых технологий типа многоразъемного лития не использовалось. В основном все достаточно примитивно. Крупные детали боевой рубки. Ну, тут много собирается из разных деталей. То есть, большого экономии по времени нам тут не получится. Ну, кстати, вот интересна башенка. Я уже сказал, что прозрачного пластика в наборе нет. И его нет. И да, это подтверждается в самой инструкции. То есть, его действительно нет. Но при этом, кстати, не так башенка выглядит, как я ожидал. То есть, тут есть проемы. Как будто бы под прозрачный пластик. Вот здесь, в башенке под перископы. Ну, что, кстати, довольно забавно. Я с таким впервые встречаюсь, что у нас делают, ну, собственно, разъемы под установку остекления на перископы. Но при этом, при этом, при этом, насколько я понимаю, никакого этого самого остекления у нас в наборе не полагается. Это достаточно забавно, потому что сразу возникает вопрос, а, собственно, о чем я с этими дырками-то делаю. То есть, вы как бы и стекла не дали, да, но дырки сделали. То есть, я что-то должен оставлять это просто дырами, но это будет довольно странно. Либо, как бы, колхозить какие-то свои вариации, вырезать либо из каких-то других кусков прозрачных литников, либо там, я не знаю, как-нибудь из трампетеровской пленки колхозить какие-то стекла. То есть, даже вот, я даже не знаю, назвать ли, собственно, это плюсом. Ну, да, вот мне абсолютно ничего не скажет про стекла. Назвать ли это плюсом или минусом? Потому что, ну, вот, я не знаю, для меня лично это, скорее, наверное, минус, потому что, ну, колхозить из подручных средств, блин, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, блин, перископов, ну, что-то как-то не знаю. Я бы, честно говоря, лучше подкрасил бы. Но вот такой забавный факт. Ну, и помимо других, другие крупные детали, никаких рельефов тут на крупных деталях особо крутых нет. То есть, как бы, все такое голое достаточно. Отверстия под люки оставлены, теоретически, наверное, можно будет открытыми какие-то люки делать. Ну, детали механизмов, каких-то приводов, куда там это все цепляется. То есть, судя по всему, возможность, вот, судя по таким отверстиям, будет как-то это все дело немножко поворачивать вправо-влево. Ну, вот так вот. Помимо этого, да, вот такие вот крупные детали. Опять же, все с литников поотваливалось. Помимо этого, здесь же нет. Многоразъемность, судя по всему, наверное, какая-то все-таки встречается. Либо это просто какие-то технологические элементы. В основном, я так понимаю, вот такой литнищик, это у нас, по-моему, интерьер боевого отделения, скажем так. Какие-то приборы, радиостанции, шкалы, циферблаты, штурвал, механика водителя, детали сидушек. Ну, так все довольно-таки условно, условненько, но, в принципе, что-то есть. Какое-то ребристые полики, стеночки и так далее. Так вот все довольно отлито. Ну, скажем так, довольно примитивно и по-игрушечному. То есть, никакой супер детализации не видно, но, в принципе, какая-то есть. И, значит, литник в основном с орудийными установками, я так понимаю. По бокам их две. Ну, соответственно, и литника, кстати, два. Только сейчас я это заметил. Да, два абсолютно одинаковых литника. Соответственно, две орудийные установки по бокам машины. Соответственно, вот этот самый ствол. Сколько там он? 7,5 сантиметров калибр. Немецкая система. Значит, ну, уже говорил, к сожалению, ствол вдоль раз половинен. То есть, никакой красоты мы тут не увидим. Тут придется как бы, ну, мириться с каким-то тяжело удаляемым швом, на самом деле. Ну, и вот какие-то еще крупные элементы привода этих орудий. Собственно, тоже, ну, скажем так, детализация на крупных деталях, она достаточно условная. То есть, какой-то супер-супер прикольный, реалистично выглядящий детализации тут не увидишь. Ну да, вот два абсолютно одинаковых литника, с которых частично поотваливались детали. И на этом этот пакет у нас, собственно, и заканчивается. И остается у нас второй пакет, соответственно, в основном с деталями ходовой, насколько я понимаю. Там тоже по факту мы будем смотреть по факту один литр, потому что там, насколько я понимаю, просто четыре должно быть одинаковых литника. Не сказал еще, что у Model Collector, да, помимо шагоходов различных в этой серии First of War, да, у них там их много разных. То есть, причем в разных масштабах, в основном 72-м, то есть в более мелком масштабе. Вот в 35-м масштабе у них, вот, по-моему, мало их шагоходов, вот этот один из немногих, потому что он, как бы, по их классификации считается легким. У них там еще есть и всяческие концептуальные немецкие танки, то есть частично, видимо, вдохновленные бумажными немецкими танками серии Е вот этой конца войны. То есть там двуствольные немецкие танки, вот это все такое. Тут уже довольно забавно, ну, там, как бы, действительно, детализация, конечно, немножко игрушечностью попахивает, но тем, кому нужно что-то такое необычное, забавное собрать, и иногда хочется, как странного хочется, да, то, соответственно, тем, наверное, понравится. Собственно, да, абсолютно идентичные между собой четыре литника, что логично, так как ноги четыре, соответственно, здесь у нас, ну, вот эта самая платформа, которая будет становиться на землю, какие-то детали бронировки условные, приводы вот эти самые ножны, ну, реально деталек, ну, самая малость, что, в принципе, наверное, даже хорошо, потому что придется нам четыре раза это все собирать. Ну, ну, деталировка, конечно, она не выглядит очень реалистично, конечно, несколько примитивно, но, с другой стороны, все-таки это шагоход. И все, собственно, вот, буквально это все оканчивается в два больших пакета, в которых-то особо нечего смотреть, детали в основном очень крупные, то есть, ну, действительно, и шагов инструкции там всего ничего, то есть, ну, так это, по сути, такая, ну, такая полуигрушечная модель, значит, и декалька. Декалька не маленькая, кстати, я понимаю, тут тяжело что-то увидеть под ярким светом, потому что белое на белом частично. Ну, разные варианты, я смотрю, тут есть, тут и дивизии каких-то подразделений, как реальных, вот я вот кое-что узнаю, так и, судя по всему, возможно, каких-то фантастических подразделений, и вариации на номер, я так понимаю, из двух цифр, ну, и, соответственно, немецкие кресты. Вот такие вот у нас декальки. Декальки, кстати, особо, по-моему, в инструкции у нас не освещены. Вот, собственно, и все по содержимому коробке. Что можно сказать? Ну, как бы, иногда хочется собрать что-то смешное, то есть, вы знаете, кому-то хочется тарелку летающую, кому-то шагоход, поэтому вот в таких ситуациях на помощь приходит модел коллег со своим четырехногим кайзер-кафером.